Нарва Здравствуйте! Нарва может стать культурной столицей Европы 2024 года. Ну, или могла. Как известно, фирмы, которые выиграли тендер на подготовку заявки, отказались от договора с городом. В декабре горсобрание Нарва урезало расходы в три раза, и этих денег оказалось недостаточно. Я думаю, договориться было можно, ведь на кону стоит нечто большее, чем строка в бюджете. Напомню, статус культурной столицы дается Европейским Союзом на один год, и за этот статус всегда идет нешуточная борьба. Культурная столица – не пустые слова. Это счастливый лотерейный билет, обещающий городу славу, деньги и развитие. И не только в один конкретный год. Социологи давно изучают, что происходит с культурными столицами потом, когда они теряют свой статус. Как оказалось, если взяться за дело с умом и энтузиазмом, экономический эффект весьма ощутим. После культурных проектов оживляются по цепочке гостиницы, рестораны, торговля, сектор услуг, финансовый сектор и т.д. Схема очень даже работает. Ливерпуль – культурная столица 2008. Десять лет спустя переживает культурный ренессанс. Ливерпуль чем-то похож на Нарву. Во второй половине прошлого века этот город, несмотря на два футбольных клуба премьер-лиги и Бетлов, имел репутацию депрессивного. Его население быстро сокращалось. Однако после 2008 года впервые за долгое время зафиксирован прирост ливерпульцев. И статус культурной столицы мог сыграть тут свою роль. Как отмечают ученые, ливерпульцы стали снова гордиться своим городом и видеть будущее в более ярких тонах. Есть и вполне материальные показатели. Ливерпуль привлекает куда больше туристов. В том числе потому, что благодаря проекту культурной столицы изменился имидж города. До 2008 года СМИ говорили в основном о тамошней криминогенной обстановке, а после рассказывали о Ливерпуле как одном из культурных центров страны. И рассказывать было о чем. Число культурных инициатив в Ливерпуле выросло в полтора раза. Нечто похожее могло бы случиться и в Нарве. Встав в один ряд со Стамбулом, Стокгольмом, Марселем, и Нарвой, и Северо-Восток в целом, могли бы обогатиться как культурно, так и экономически. Само ощущение – великое дело. Таллинн, кстати, получил в 2011 году прекрасный культурный пинок в будущее. И все сходятся на том, что город выиграл в долгосрочной перспективе очень многое. При всем уважении к Тарту, конкуренту в борьбе за титул, хочу отметить, что для Нарвы статус культурной столицы куда более важен. Ида Вирума, про который только лениво не написал, что это депрессивный и заброшенный регион, куда в поисках плохих новостей едут журналисты со всего мира, этот шанс очень нужен. Ведь Нарва могла бы стать историей большого успеха Эстонии. И мне бесконечно жаль, что из-за нелепого упрямства заводил Нарвского горсобрания, шансы горожан увидеть свой город культурной столицей Европы тают с каждым днем. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова